Меня зовут Юра, мы находимся в Укуплей Слюберце. Лучшая кальянная в мире. Скромно, скромно и кратко. Работаю кальянщиком я год. Ввиду того, что я работаю недалеко от центра, и ко мне часто заходят любители кальянов, я со многими общаюсь, поэтому за год мне пришлось уже постигнуть очень многие аспекты кальянов. И при всей своей скромности могу сказать, что за этот год я уже знаю достаточно много. Учили меня здесь же, в Люберцах. Учил меня старший кальянщик на тот момент Дима Зудерман. Он учился на Лубянке у Мамунова. Хороший парень, Дима Зудерман очень много знает. Очень хорошо меня обучил. Также меня учил владелец кальянов, Куплэйс-Луберцы, Илья Ходорковский. Тоже очень образованный парень в этом плане. И отвечали они меня настолько хорошо, что когда я пришел на стажировку на Лубянку, ну, почти ничем меня уже удивить там не смогли. Сигареты. Дрянь. Образительная дрянь. Вейпки. Прикольное новшество, которое, я думаю, скоро уйдет в нем бытие. Ну, не скоро, но придет время, когда у нас снова уйдет на задний план. В принципе, уже тухнет. И в вебках, что не нравится, глицерин. Очень не нравится привкус глицерина в вебках. Это, наверное, для меня самым главным минусом. Вебнейшн. Вебнейшн. Сколько работаешь кальяном? Кальяном. Кальяном я работаю недавно. Помню, когда в первый раз меня засунули шлангу. Вы не причинные места. Они спалили меня, не продували. Мой клапан просто так висел бесполезно. Ну, в общем. В общем, клапан без продувки подгорало постоянно. Да, постоянно подгорало у меня. В общем, это был сложный покур. Спервый покур был сложный на мне. Познакомился я с кальянами. Я работал по администратору в кальяной. И ввиду того, что на меня постоянно сыпалась информация. Долгое время. Целый год касательно кальяна. Я понял, что, в принципе, могу постичь эту науку. И стать кальянщиком. И, наверное, главной причиной был больший заработок. Я отучился на кальянщика. В течение месяцев трех после годовалого пребывания ежедневного в кальяной. Я отучился на кальянщика. Меня отправили на Лубянку. Отстерживался я там. На меня дали добро. И я стал работать. Все думают, что я при смерти. Скоро отдам Богу душу. Что осталось мне жить пару дней. Ну, вот как-то так. Именно такой формат работы. Все думают, что работа кальянщиком – это что-то простое. Это что-то... Ты приходишь на работу в кайф. И здесь нет никаких своих нюансов и проблем. Люди, которые не разбираются в кальянах, думают, что это профессия просто-проста. И кальянщиком может быть кто угодно. Но люди, которые в этом не разбираются, на них не обижаемся. Просто люди не знают. И на этом все. Вот я уже не помню, какой первый кальян я запил. Но первый кальян, от которого все были в восторге. Это был отдалья кактус с отдальей лап. Вот с тех пор меня начали хвалить, меня начали любить как кальянщика. И это первый запоминающийся мель, который мне удался. Который курил мой первый кальян был здесь же в Люберцах. Когда мы только выставляли здесь мебель и поставили вытяжку. Мы проверяли вытяжку, как она будет справиться с кальянами. Мы забили дарксайд, это был чистый дарксайд. И прилепили у меня настолько сильно, что я схватился за ведущую лодку, чтобы не шлепнуться на жопу. Было очень сильно, я думал, я размажусь по капелью. Именно из кальянного парка это Старбаз, это Мэг Пир и это Бист у Халила. Вот три кальяна, которые наибольшим не нравятся. Эти кальяны, потому что Старбаз, это хороший автомат Калашникова. У него чуть-чуть дороговато для себя, чуть-чуть незначительно. Но по своей комплектации, по тому, как у него клапан, который не залипает, шахта, которую не нужно мыть щеткой. По всем этим параметрам и по своему дизайну, по своей тяге, он мне очень сильно нравится. Мэг Пир, хорошая цена, хорошее исполнение, хороший клапан, приятный дизайн и регулируемая тяга. С диффузором, без диффузора, хотим такую и делаем. Бист, классика. Ну, просто мне нравится почему-то его внешний вид. Вот этот маленький стальной монстр. Не знаю почему, но он мне нравится. Прям как твой. Да, прям как у меня. Маленький стальной монстр. Маленький бист между ляжет. Больше всего мне нравится делать гостям кальяны, когда они просят сделать что-то на свой вкус, когда их невкусы совпадают с моими. Я не люблю очень крепкие кальяны, потому что считаю это извращенцем. Если кому-то нравится, что его размазало по подушке, я не любитель этого. Извращение по типу гранат и глотание углекислого газа я тоже не приветствую. Легкие табаки мне не нравятся, потому что из-за их качества в большинстве своем там плохое сырье, поэтому они мне не нравятся. Их нельзя хорошо разогреть, иначе они будут гореть. Вот. Больше всего я люблю забивать кальяны, которые мне просят сделать на свой вкус. Да, я много людей учил забивать кальяны за тот год, который я работаю. Такое изрядное количество мне как бы хватило. Ну, приятно это учить ребят, которые не с нуля, хватают все на лету, все сразу понимают, и обучение не является долгим процессом, и отчасти оно приятное. Учил людей, которые с нуля, которые совсем далеки от кальянов. Это очень сложно. Именно в этот момент понимаешь, насколько много ты знаешь. Именно в этот момент понимаешь, насколько работа кальянчика сложна. Думается, что порой самому себе, что ты ничего особо не знаешь, но именно когда начинаешь общаться с человеком, который далек от кальянов, понимаешь, насколько много ты знаешь. Часто бомбит с посетителями? Очень часто бомбит. Горит у меня чаще, чем горчит. Горит часто, но я держу себя везде. Самый любимый вкус и миксы. У меня самый любимый это табак, это Авзал, это Нахламиза, и все. Почему именно эти табаки? Потому что они хорошие, они широстойкие, мне нравятся линейки их вкусов, и я просто уверен в сырье, которым я курю, в отличие от остальных табаков и от остальных кальянов. Хорошая цена, хорошие вкусы, хорошее сырье, и на этом все, все, что я могу сказать об этих табаках, они мне нравятся целиком и полностью, и их мне пока ничего не заметит. Самый странный заказ, наверное, самый странный заказ у меня был Честно говоря, очень странный, очень часто странные заказы приходят, формата Юра, сделай мне сегодня кальян со вкусом этого дня, или Юра, сделай мне кальян со вкусом прошлого. Да, приходят ко мне часто такие извращенцы, я не знаю кто они такие, надеюсь, они посмотрят это видео и вспомнят. Вот, я их очень люблю, ценю, и будьте чётче в своих заказах, так легче жить. Самый мой любимый табак, такой же у меня самый любимый табак. На самом деле, их много, я не люблю Адалью, я не люблю щербет, есть отдельные вкусы, их крайне мало, я бы их в миксы добавлял, но в принципе, Адалью, щербетли, нахлановая, из-за её вкусов, из-за её вкусов, и Дарксайд, да, Дарксайд, сейчас меня закидывают камнями, но да, это Дарксайд, сырьё плохое, горит, плохо восстанавливается, дынный, яркий вкус, вкус недолгий, минут 20 покурили, 30, вкуса никакого, всё, Алис, немножко забросили кальян, сгорело, восстанавливаешь, уже не то, Дарксайд, претензии, очень. Забиваю своим друзьям, вот дома на практике, курим табак, угли никто не меняет, потому что наменялись на работе, вот дом никто угли не меняет, на следующий день открываем чашку, переворачиваем табак, то, что не вкурили, и курим опять, замечательная практика. Это всё из-за того, что владелец с евреем. За место чаши Дима Зудермайн, мой учитель, использовал шаурму, он бил на розе, вот, ну, классика, то, что мы забивали на яблоки, на лимони, на наси, там никого не убить, деви, да, на этом забивали, и ещё был у нас кальянчик, один парень хороший, Дима, по кличке Бородатый, вот, он забивал на колбасе, забил танжирс на колбасе, после этого ему влетело люлей, но тем не менее, это было харчата на колбасе, да, на... И в колбе был васаби, да, а, и в колбе было васаби, такой замечательный кальян он сделал, слава богу, мне не пришлось это попробовать. Тем, кто начинает курить кальяны, побыстрее научиться их курить, потому что большинство людей, они в обиду, но их не умеют курить, самая большая проблема, это люди не умеют следить за температурой жара, побыстрее, поэтому кальянщикам приходится постоянно мотаться к ним. Ну, это небольшая проблема, но тем не менее, многим людям это почему-то крайне тяжело дается. Людям, которые давно курят кальяны, желаю, чтобы места, где они курят, их не разочаровывали, чтобы кальяны всегда им приносили удовольствие, не били по кошельку. В общем, дымно и не горчило. Продолжение следует...